Здравствуйте! Вы смотрите программу «Совет моего дома». Вопросы благоустройства у нас круглый год на слуху и на виду. Особую остроту они приобретают, когда начинают вестись масштабные работы. Вот к таким работам можно отнести благоустройство дворовых территорий, многоквартирных жилых домов, парков, скверов. Немаловажно здесь и то, что по поводу благоустройства можно услышать различные мнения жителей. В 2022 году по федеральной программе формирования комфортной городской среды национального проекта «Жилье и городская среда» в Самаре будут благоустроены многие дворы во всех внутригородских районах города. Большинство дворовых площадок уже охвачены строительными работами. В Куйбышевском районе в этом году планируется комплексное благоустройство дворового пространства. Помимо этого в Куйбышевском районе запланирован ремонт внутриквартальных дорог. Планируется, что будут обновлены внутриквартальные проезды и пешеходные дорожки. О том, как живет и развивается Куйбышевский район, я говорю сегодня с моим гостем в студии. Алексей Александрович Коробков, глава Куйбышевского. Внутри городского района города Самара. Приветствую вас. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну что же, в Куйбышевском районе работа по благоустройству территории ведется. Детям нужны игровые площадки, пенсионерам, лавочке, автомобилистам. Нужно асфальтовое покрытие, удобная парковка. Расскажите, пожалуйста, вот что было сделано в этом году, какие виды работ включает все-таки благоустройство той или иной дворовой территории, если мы сейчас в начале программы говорим все-таки о благоустройстве многоквартирных домов. Да, в этом году у нас значительные планы по приведению в порядок, по благоустройству комплексному именно дворов на территории района. У нас работы, как таковые, физически еще не начались, потому что, как правило, они начинаются в мае где-то, в лучшем случае в начале апреля, но, в принципе, у нас все для этого уже готово. Уже определены, естественно, адреса, все конкурсные процедуры необходимые проведены, определены подрядные организации. Если говорить про 2022 год, то у нас в основных направлении 4 программы, по которым мы, скажем так, благоустраиваем нашу территорию. Это федеральная программа «Комфортная городская среда». В рамках этой программы, которая уже несколько лет в России работает и очень успешно, и в том числе у нас в Самарской области очень успешно она реализуется. Вот по этой программе в этом году 4 адреса мы приведем в порядок на территории Куйбышевского района. А давайте их сразу назовем. Для жителей ведь очень важно услышать, будет ли обновлен их двор или их территория. Да. Ну, это два адреса по воздушному флоту в поселке Рубежный, и два адреса на 116-м на Пугачевском тракте на улице Хасановской. Кроме того, мы, как и в прошлые годы, будем активно заниматься ремонтом внутриквартальных проездов. В этом году мы постараемся 12 адресов закрыть таким образом. То есть это непосредственно асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов. Это ремонт прилегающих тротуаров, пешеходных дорожек и так далее. Но все 12 адресов я перечислять не буду. Я хочу сказать, что всегда мы стремимся максимально охватить всю территорию района, потому что, понятно, район поселкового типа. И чтобы не обидно было жителям, например, на Сухой, что на 116-м что-то делается и наоборот. То есть мы стараемся, чтобы в эти адреса у нас равномерно, скажем так, из всех поселков адреса попали в итоговый перечень. У нас будут отремонтированы дороги на 113-м километре, у нас будут адреса на 116-м километре. Третья программа, в рамках чего мы ведем благоустройство, это губернаторский проект «Содействие». Губернаторский проект «Содействие» — это тоже очень успешно реализующийся проект, который позволяет действительно... Он достаточно гибкий с точки зрения участия и позволяет охватить в том числе те территории, которые у нас по каким-то критериям не проходят, например, ту же комфортную городскую среду, потому что там, скажем так, требования... Ну, свои нюансы, да? Да, свои нюансы, и вот для некоторых адресов это очень актуально. И это просто действительно огромное подспорье и для жителей, и для нас, разумеется, то, что такой проект существует. И мы очень надеемся, очень надеемся, что два проекта сможем все-таки в этом году реализовать. Пока не буду говорить, потому что это все в процессе работы. Но так или иначе у нас, вот если говорить, например, про прошлый год, мы реализовали на 113-м километре как раз, да, там по улице Лепеговска, сделали классную, очень необходимую там детскую площадку, такую комплексную, многофункциональную, с очень красивыми малыми архитектурными формами. И еще раз, вот это вот наша принципиальная позиция, чтобы качественная среда, чтобы хорошие дворовые пространства появлялись не только в центральной части нашего района, да, но и, скажем так, не в самых центральных, вот к коим 113-й километр, например, относится. Тем не менее, это не значит, что мы там им как-то меньше занимаемся в плане благоустройства. Вот, ну и четвертое направление, по которому мы занимаемся благоустройством, это так называемое инициативное бюджетирование. В прошлом году мы на улице Егорова площадку, многофункциональную, спортивную, это футбольная площадка, совмещенная с баскетбольной, реализовали. В этом году также продолжим это направление. Я хочу сказать, что все эти четыре программы, по большому счету, их объединяет одно, это инициативное участие жителей в той или иной форме. Где-то финансовое, где-то трудовое, где-то, допустим, мы договариваемся с людьми, что в последующем они берут на себя содержание, да, эксплуатацию, потому что это тоже определенный труд, это тоже определенная ответственность. И это очень здорово, когда действительно люди чувствуют свое участие, соответственно, совершенно другое отношение вот к тому благу, который у них появляется, да, непосредственно. В последствии уже, да? Конечно, да, совершенно другое отношение к этому. Ну и, конечно, вот я совершенно здесь с вами согласна, потому что когда работали, снимали сюжеты в вашем районе, очень активные жители, буквально стоило появиться в нашей съемочной группе, вот в парке, сразу же спрашивают, а что здесь будет, вы появились, к вам сразу очень много вопросов возникло. И вот именно неравнодушная позиция жителей, она очень важна, потому что принимают участие в жизни своего района и делают все для того, чтобы он был благоустроенный, чистый, уютный и комфортный. Но я хочу спросить вас здесь, вот что касаемо остальных дворов, конечно, очень остро сейчас стоят эти вопросы, особенно весенний-летний период, когда дорога обнажилась после зимы, плохое асфальтовое покрытие. Будет ли как минимум там ямочный ремонт? Поскольку я глава районной администрации, могу сказать только, скажем так, в пределах полномочий районной администрации. Мы не строим новые дороги, мы исключительно занимаемся ремонтом, причем внутриквартальных тех, которые у нас внутри дворов. Потому что уличнодорожная сеть – это полномочия городской администрации, департамент городского хозяйства успешно занимается ремонтом, обслуживанием наших магистральных дорог. Мы во дворах в этом году, конечно, не только планируем делать комплексный ремонт, о котором я в первой части сказал, но также и ямочный, вот о чем говорите вы. Но ямочный – это, я хочу сказать, это не обязательно всегда какая-то заплатка на метр на метр, то есть какую-то ямку мы засыпали. Нет, мы ямочный ремонт в том числе ремонтируем так называемыми картами, в том числе большими участками, десятки метров протяженностью. То есть это такие полноценные участки внутриквартальных проездов, которые, скажем так, приобретают вторую жизнь. В этом году у нас запланированы адреса, самые такие горящие. Там именно не комплексный ремонт будет проведен, а там будет проведен вот такой вот ямочный, так называемый, ремонт. Этот перечень адресов формируется каким образом? Это наиболее, скажем так, горячие адреса. То есть когда мы получаем наибольшее обращение от жителей, посредством в том числе соцсетей, посредством личных обращений, у нас, скажем так, целый список сформирован таких адресов. Кроме того, есть еще предписания коллег из ГАИ, которые тоже выносятся, там наш адрес в том числе, если это те проезды, которые мы обязаны содержать. Вот, и они тоже, конечно, попадают в этот список. У нас запланировано порядка 7 миллионов рублей на эти работы именно, ямочный ремонт в этом году. Сумма, конечно, может быть небольшая, но она позволяет как раз оперативно реагировать на самые острые участки. Ну, я скажу так, что примерно от 5 до 10 адресов, вот самых горячих, мы этим летом сделаем. Давайте перейдем теперь к программе формирования комфортной городской среды. Поподробнее об этом проекте. Вот скажите, пожалуйста, насколько вообще эта программа востребована в принципе для нашего города? Ну, как я сказал, эта программа востребована, я уверен, на масштабах всей страны. Для нашего города здесь не исключение, она реализуется с 17-го года, если мне память не изменяет. Комфортная городская среда включает в себя два направления. Это ремонт дворовых территорий, и это ремонт центральных общественно значимых мест, то есть так называемых скверов, площадей, парков и так далее. Вот если говорить конкретно, ну, я даже, наверное, тут не про район, я хочу, да, как гражданин, как самарец сказать, но вот за последние пять лет, ну, любо-дорого смотреть, наши самые знаковые места, самые центральные места просто приобрели, ну, совершенно какой-то фантастический вид, такую вторую жизнь. И вот много очень примеров, вот скажу конкретно о сквере Речников. Сквер Речников — это сквер на Сухой Самарке у нас по улице Белорусской, Флотской, вернее, там, в районе 55-й школы. Это место такое локальное, красивое, природно красивое, которое, наверное, последние 20 лет было абсолютно заброшено. Там когда-то была чаша с фонтаном очень красивая, там была даже мозаика. В свое время речники строили этот объект, потому что там располагался волготанкер предприятия, да, сейчас нефтефлот, и они там каким-то образом наводили красоту. Но, естественно, вот во времена, скажем так, 90-х, когда не до красоты было, в запустение полное пришел объект, и я когда первый раз туда приехал, уже вот став главой Кубежского района, еще до ремонта, да, нынешнего сквера Речников, ну, это было, производило очень такое удручающее впечатление, и там не было, что самое главное, людей, то есть вообще не было людей. Ну, и как бы, то есть, получается, первое впечатление я получил, что, ну, вот какой-то заброшенный непонятный сквер, вот. После того, как по комфортной городской среде в 20-м году сквер был восстановлен, ну, сказать, восстановлен, это ничего не сказать, по сути, вот он был построен заново, да, абсолютно. Кроме того, мы всегда стараемся комплексно подходить, то есть, делая сквер, мы стараемся и благоустраивать территорию вокруг этого сквера, то есть, вплоть до ремонта фасадов домов, которые выходят на этот сквер. Мы очень плотно работали с фондом капитального ремонта, там есть дома, которые смотрят непосредственно, были проблемы с фасадами, в общем, были они отремонтированы как раз параллельно. Были там объекты потребительского рынка, да, мы договорились с кафе, тоже его там торцевая часть, которая выходила на сквер, нанесли классное тематическое граффити, там такой у нас... То есть прошли глобальный проект, да? Да, да, такой капитан брутальный достаточно, да, который смотрит там на морские дали. И, в общем, что я хочу сказать, после того, как вся эта красота появилась осенью 20-го года, уже буквально, вот там еще мы официально не открыли объект, людей и в будни. Ну, выходные я вообще молчу, разных возрастов совершенно. Причем люди, вот знаете, приходят туда, несмотря на то, что живут они в соседних домах, но там не только местные, они туда приходят нарядные, красивые, вот как на набережной, то есть практически, по сути, это вот маленький кусочек набережной у нас на Сухой Самарке в районе. И вот преобразив место, то есть мы создали вот точку притяжения людей со всего района как минимум. И люди получили место для хорошего, полноценного досуга, отдыха, общения, конечно, да. То есть, по сути, это не просто красивое место, это место общения, это место вообще, где человек может просто вот спокойно отдохнуть, я не знаю, там, поиграть, там и спортплощадка тоже в комплексе этого сквера. Вот что дает программа «Комфортная городская среда». По сути, она делает людей более счастливыми, можно даже так сказать, без лишнего пафоса. Это действительно так. И еще одно место есть в Куйбышевском районе. Вот как раз 15 апреля стартовало голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. В 2023 году в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды в перечне объектов вошел Ерик Парк, то место, которое уже успело влюбить себя жители Куйбышевского района. Давайте подробнее посмотрим в нашем следующем сюжете. Ерик Парк – общественная территория жилого района Волгарь, Куйбышевского внутригородского района Самары. Сам парк разделен на четыре очереди – площадь с фонтаном, набережную озера, Старица-Дубовый Ерик, лесопарковую и спортивную зоны. В 2020 году частично сделали вторую очередь этого объекта. Место действительно нужно, место действительно востребовано. Благодаря тому, что комфортная городская среда у нас есть, мы имеем возможность продолжать Ерик Парк и дальше то, что предусмотрено проектом. Я, как глава Куйбышевского района, конечно, очень хочу, чтобы вот это наше место, Ерик Парк, обязательно вошел в число победителей. И, конечно, занял как можно более высокую позицию. Поэтому я призываю не только жителей, вот конкретно Волгаря, и даже не только жителей Куйбышевского района, а всех наших самарцев активно голосовать, голосовать именно за территорию Куйбышевского района. Концепция парка предусматривает благоустройство пространства для семейного отдыха и площадки для проведения культурно-массовых мероприятий, велодорожками и павильоном с шахматными столами. Ерик Парк уже участвовал в рейтинговом голосовании. Инициаторами реконструкции выступили сами жители микрорайона Ерик Парк. Набрал почти 11 тысяч голосов в рейтинговом голосовании. Здесь были выполнены работы по благоустройству первого этапа второй очереди. В результате появилась прогулочная зона вдоль озера Старица-Дубова-Ерик. В границах улиц Ефрема-Медведева и бульвара Зас-Амарская-Слобода обустроены пешеходные велодорожки, также зоны отдыха вокруг озера, скамейки, качели, места для игры в шахматы. Выполнена посадка деревьев и кустарников, устроен автополив. Мы поддерживаем это все, продолжаем участвовать во всех конкурсах по благоустройству. Вот сейчас тоже очень активно, везде в наших пабликах, в школе. То есть сотрудники и ребята все знают, что нужно, чтобы Волгарин нас победил, чтобы сделать еще лучше. Активная позиция жителей Волгаря уже половина успеха реализации проекта по благоустройству Ерик Парка. Я всегда голосую за все проекты, всегда все поддерживаю и стараюсь, чтобы было комфортно гулять не только мамочкам, но и детям. Пока благоустроена только часть этого общественного пространства. Гуляют здесь жители близлежащих домов, дышат свежим воздухом, любуются уточками в озере. Пройтись по такой ровной дорожке удобно и с коляской, проехать на велосипеде детям и людям с ограниченными возможностями. Для инвалидов удобно, то есть съезды, выезды, дорожки хорошие, все удобно. Хотелось бы, чтобы продлили дальше. Такой красивый парк – результат старания инициативных жителей района. Вместе с представителями администрации создавали проект, учитывали каждое замечание и предложение, и именно с участием жителей он должен быть реализован. Хотят видеть, конечно, прогулочные зоны, конечно, зона барбекю, о ней много говорилось и обсуждалось. И, конечно, зона, где можно проводить место с детьми. Проголосовать за благоустройство любимой территории можно по 30 мая 2022 года. Чтобы принять участие в голосовании на федеральной платформе 63.городсреда.ру нужно пройти авторизацию через госуслуги. Отдать свой голос за выбранное пространство можно на платформе обратной связи госуслуги. Решаем и вместе. Напомним, активная позиция жителей – один из решающих факторов, который определяет преображение данной локации. Вот примеры, конечно, того, что программа работает, мы можем наблюдать, видя, как преображаются и скверы, и парки. Но вот Кубышский район – не исключение. Вы прибили один очень такой колоссальный пример. Что еще можете сказать по этому поводу про программу «Комфортная городская среда» в Кубышском районе, Алексей Александрович? Я хотел бы остановиться именно на том, что действительно, правильно сказали, 15 апреля стартовало голосование по выбору площадок, которые будут сделаны в следующем, 2023 году. Я, во-первых, хочу уже сказать огромное спасибо нашим жителям, которые очень активно голосуют. Вы большие молодцы, продолжайте в том же духе, вовлекайте в это голосование как можно больше своих друзей, знакомых, членов семьи. И вот лично я так и делаю. Я там, наверное, уже человек 50 минимум сагитировал. Естественно, вся моя семья тоже проголосовала, и я проголосовал. В прошлом году мы были одними из самых активных голосовальщиков, и наш сквер Куйбышева, это кольцо на улице Бакинской, попал как раз в число победителей. Мы заняли четвертое место в прошлом году из 20 площадок также. И вот в этом году скоро совсем начнутся ремонтные работы. В этом году Ерик-парк, да, это шикарное место, там в первую очередь уже появилось в позапрошлом году. Это набережная в микрорайоне Волгарь, рядом со школой. Ну, вы были, мы посмотрели сюжет, прекрасное место просто вот, и фантастически красивое, пользуется большой популярностью у жителей, и не только у жителей микрорайона. Многие люди из других районов тоже приезжают, потому что это очень масштабное, да, то есть, по сути, тоже набережная, велодорожка, там есть места, там качели, шахматные доски, то есть, где просто можно с интересом время провести. И сейчас мы выбираем среди городских территорий, в том числе и Ерик-парк, для того, чтобы в следующем году продолжить развивать этот замечательный, это уникальное место, это замечательный проект. А что там может быть возможным дальше? Ну, вообще, по проекту планы просто колоссальные. Во-первых, ну, вы видели, да, участок уже достаточно протяженный, там свыше 600 метров уже сделано, благоустроено. В обе стороны, кстати говоря, будет продолжение, то есть, по сути, ну, по всей протяженности Ерик непосредственно. То есть, это новые очереди набережной, это также малые архитектурные формы, это какие-то арт-объекты, но это в целом благоустроенная такая территория. Будет большой такой комплекс, да? По сути, конечно, по сути, будет больше променада у людей, которые там проживают, а вы знаете, это один из самых бурно развивающихся, растущих и уже населенных микрорайонов нашего города, да, это порядка 20 тысяч человек проживают в Волгаре, она будет еще больше, потому что там и планы по строительству достаточно серьезные. Там очень здорово развивается социальная инфраструктура, в планах и новые школы, там и несколько детских садов, и действующая вот 57-я школа, одна из лучших школ нашего города. То есть, все это в комплексе, ну, просто фантастически красивое место, поэтому то, что есть проект, в рамках которого можно делать такие шикарные места для наших людей, ну, это просто потрясающе. Еще раз всех прошу, голосуем, голосуем как можно активнее, несмотря на то, что уже молодцы, уже мы занимаем там передовые позиции, хочу, чтобы прямо вот голосов было как можно больше, чтобы совершенно точно мы попали на следующий год. Ну, вот, кстати, по поводу голосования, 63.городсреда.ру, здесь можно проголосовать, можно проголосовать через госуслуги, но есть и пожилые люди в районе, которые, может быть, не совсем в ладу с интернетом. А насколько активная позиция волонтеров и помогаете ли вы здесь, ну, во-первых, просвещать вот об этой программе, да? И мы, средства массовой информации, сейчас очень много внимания этому вопросу уделяем. Вот вы на местах будете помогать пенсионерам проголосовать и выбрать то пространство, которое будет обновлено в Кубческом районе? Во-первых, люди старшего возраста тоже активные пользователи и посетители этих прекрасных мест, и Скверичников, и Ерикпарк, и в других районах нашего города, да, те объекты, которые были сделаны. Вот, они также с удовольствием там время проводят. Вы правильно отметили волонтерская работа. Голосование, да, оно предусматривает несколько форм участия, в том числе есть это голосование через волонтеров. У нас, естественно, тоже активным образом в районе волонтеры работают. Волонтеры работают в том числе с категорией людей старшего возраста. Они готовы вплоть до того, чтобы прийти к человеку домой, если ему это удобно. Информирование и работа с населением у нас ведется, во-первых, по всем нашим там пабликам, да, по всем нашим открытым каналам связи. Во-вторых, управляющими к районам наши штатные сотрудники, конечно, тоже информируют людей и объясняют, каким образом можно проголосовать. И, в принципе, многие из них, в том числе и волонтерами, являются параллельно. Поэтому вся эта работа синхронизирована. И, конечно, с учетом того, что здесь действительно для нас важен каждый голос, конечно, люди старшего возраста, по нашим планам, неохваченными этой работой не останутся. Я хочу вернуться к проекту «Содействие» и вспомнить, что вот еще одной обновленной благоустроенной территории стало больше в Кубежском районе. На улице Лепеговской 3 завершено строительство детской площадки по проекту «Содействие». Вот напомню, что губернаторский проект «Содействие» направлен именно на финансовую поддержку стально значимых инициатив жителей области за счет регионального бюджета. Давайте подробнее посмотрим в нашем сюжете. Вспомним, как это было. Да, конечно. Еще несколько месяцев назад детская площадка по улице Лепеговской 3 была в изношенном состоянии. Когда-то, рассказывает Оксана Судакова, здесь играли ее дети и собирались малыши из соседних дворов. С течением времени турники, качели и лавочки пришли в негодность. Тогда жителям Куйбышевского района пришла идея обратиться в районную администрацию с инициативой принять участие в губернаторском проекте «Содействие». Я думаю, что это важно, потому что если не мы, то кто? Детскую площадку отстроили с учетом пожелания жителей. Представленный проект обсуждался совместно с подрядчиком и районной администрацией. Итогом плодотворной работы стала яркая, интересная и, самое главное, безопасная детская площадка. Выглядеть стал иначе и двор. Здесь установили новые лавочки и урны. Результатом остались довольны все принимающие участие в благоустройстве стороны. Главная рекомендация – это обратиться в свою районную администрацию. Каждая администрация прекрасно знает, какой пакет документов необходим для участия в программе «Содействие». Здесь можно в условиях выделения финансирования и прохождения конкурса выбрать все, что хотят жители. Но, конечно, в первую очередь это все-таки должно быть и безопасное, и подходящее для двора оборудование. Теперь долгие годы современная безопасная детская площадка будет радовать местную детвору. Алексей Александрович, приятно перечислять успешные проекты в плане благоустройства. Как экономически развивается район? И о чем бы в нашем разговоре вы бы хотели еще вспомнить, сказать, напомнить, ну и, конечно, сделать акцент? – Экономический район достаточно серьезный, ну это индустриальный район. Специфика района в том, что сосредоточено предприятие нефтяной отрасли. Ну, конечно, флагман этой отрасли не только нашего района, нашего города – это Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Вот, коллеги чувствуют себя вполне уверенно, выпуская качественную продукцию. Мы, в принципе, по всем нашим вопросам, в том числе по вопросам благоустройства, всегда в тесной связи находимся с руководством предприятия. И надо сказать им большое спасибо, они действительно участвуют, в том числе финансово участвуют. – Оказывают поддержку, да? – Конечно, да, и в социальных проектах, которые реализуются в районе, и в проектах, связанных с благоустройством. Я вот просто приведу пример, что у нас достаточно долго вопрос не был решен с тротуаром по улице Фасадной. Это как раз вот от Грозненской, непосредственно напротив завода управления. Понятно, что, ну, там, во-первых, и школа выходит, и политехнический колледж выходит на эту улицу, и там просто не было тротуара. И именно при участии компании «Роснефть» и Кубежского нефтеперерабатывающего завода, как предприятия, входящего в структуру, был решен этот вопрос. И в 2020 году, наконец-то, там был сделан тротуар. Это просто как пример того, что КНПЗ не стоит в стороне, что называется, да? Кроме того, на территории района, вот хочется, знаете, тут достаточно успешно, вот буквально там последние три года развивается предприятие «Нефтефлот». Это судостроительное предприятие, очень знаковое предприятие для нашего региона, не только для Кубежского района. Вообще Кубежский район, вот Сухая Самарка, как раз это давние такие традиции речные именно, и вот компания «Нефтефлот» очень успешно эти традиции продолжает. Компания очень успешно в плане получения государственных заказов работает с государственными компаниями, которые там занимаются эксплуатацией судов. У них сформирован на, скажем так, годы портфель заказов, и достаточно уверенно они себя сейчас чувствуют. Тоже, кстати говоря, принимают участие в наших социальных проектах и в вопросах, в том числе, кстати, спорта и физкультуры оказывают поддержку районным соревнованиям. Если говорить про малый и средний бизнес, например, про торговлю, то здесь, скажем так, наша позиция, чтобы предприниматели соблюдали все цивилизованные форматы, которые сегодня приняты в нашем городе, вообще в регионе, в соответствии со временем. Да, сейчас такое непростое время. Конечно, да. Алексей Александрович, завершая нашу беседу, которая проходит накануне Дня Победы, я не могу не задать вам вопрос, с какими чувствами этот праздник встречает Алексей Коробков, но не только как глава, а как житель Самары. Как житель Самары, как житель нашей замечательной страны, да, любой вменяемой, я, конечно, ну, 9 мая, это с самого детства совершенно особенный праздник, да, есть праздники, которые, ну, прям вот праздники настоящие. У нас же есть просто, знаете, даты, но они все равно, ну, немножко механически мы их воспринимаем. Конечно, 9 мая, День Победы, это один из любимейших праздников, это день, когда вот просто, знаете, вы спросили, Алексей Коробков, да, у меня вот из детства буквально воспоминания, когда действительно там с бабушками, с дедушками ходили на площадь Куйбышева, ну, когда удавалось, там, попадали на парад, весь день транслировали очень интересные фильмы, да, там, советские фильмы такие про войну, прям вот, ну, такой еще... Очень атмосферно, да, всегда проходил этот праздник, и, конечно, вообще, 77-я годовщина, да, вот просто, если даже на цифры посмотреть, две красивые такие замечательные, пусть не круглые, но счастливые цифры, и, конечно, пользуясь случаем, да, понятно, что вряд ли я в студии окажусь еще в период до 9 мая, конечно, я всех нас поздравляю с наступающим праздником Великой Победы. Спасибо за интервью и за те слова, которые вы сейчас произнесли. А вам спасибо, что пригласили. Это была программа «Совет моего дома», надеемся, что ответы, которые озвучил эксперт, были для вас исчерпывающими. Подписывайтесь в нашу группу ВКонтакте «Совет моего дома», направляйте туда свои вопросы, отвечать на них мы будем в эфире программы. На этом все, всего хорошего, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok